День Города Вековые дубы переломаны пополам. Такую ситуацию может наблюдать любой житель Рязани области, который решит отдохнуть в дубовой роще. Прямо у дороги можно заметить кладбище дубовых деревьев. Дубы, которые в обхвате составляют несколько метров, просто сломаны. Очевидцев поразило сразу несколько вещей. Деревья были с лесной. Понятно, что это произошло, то есть обвал деревьев произошел не зимой, когда, скажем так, вся листва опала, а скорее всего, либо конец осени, поздней осени, либо как-то так. Олег расспросил местных жителей, и все теории свелись к одному. Скорее всего, деревья упали из-за непогоды. Поразило, наверное, даже еще не то, что такие деревья были повалены, да, вот эти вот, а поразило то, что уже некоторые деревья начали опиливать. Опиливать, то есть свежий опил деревьев, то есть либо на дрова, либо еще что-то. Наталья Михайлова, заместитель директора Заоковской средней школы о защите дубовой рощи, родила давно. Говорит, по легенде, здесь есть дубы, возраст которых достигает и 200, и 300 лет. В действительности легенду почти подтвердили. На поваленном дереве насчитали 137 колец. К сожалению, отдыхающие за собой и много оставляют таких негативных моментов. В дубах, не скажу, что во многих, но встречаются выжженные дупла, вырубаются частично они. Ну и вот как бы поэтому мы с такой просьбой обратились, и губернатор идею это поддержал. В осень этого года нашей Дубраве предан статус памятник природы. Ни глава Заокского сельского поселения, ни организаторы проекта предания дубовой рощи статуса памятника природы о поваленных деревьях не знают. Для них это стало сюрпризом, правда печальным. Первый вопрос, который они задавали, услышав о поваленных деревьях, был «А вы не путайте дубовую рощу с сосновой?» На сосновую как раз рощу обрушился сильный ветер, и большое количество деревьев было повалено. Разобрать это силами местных жителей не предоставляется возможным, школьники тоже. Я знаю, что Нина Ивановна Судачкова, глава нашей администрации, обращалась в Солочинское лесничество, но пока внешне этот лес не сильно изменился. Дубовая роща принадлежит Солочинскому лесничеству. В ведомстве заявили, что о поваленных деревьях они не знают, но в ситуации разберутся. У нас там, да, проходило летом 2018 года, там какой-то, наверное, ураган был, да, деревья были повалены. О том, кто производит опиловку, это, конечно, неизвестно. Но деревья будут убежаться силами, наверное, волонтеров. Местные жители рассказали, что в селе Коростово поваленные сосны не убирают уже больше полугода. Говорят, что сотрудники лесничества постоянно твердят, что уберем. Остается вопрос, превратится ли прекрасное место для отдыха Дубовая роща во второй сосновый лес, деревья в котором так и не убраны после урагана. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И вновь о природе. Сохранить небольшую рощу перед домом номер 53 на улице Новоселов пытаются местные жители. Они создали петицию на портале Change.org, которая собрала уже более 500 подписей. Напомним, что две недели назад деревья, которые люди сами высаживали почти 20 лет назад, оказались за забором. На их месте планируют построить офисное здание. Подкупили комиссию по аккредитации в РГУ имени Сергея Есенина в 2018 году. Сотрудникам выписали премии на сумму в 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако вскоре попросили вернуть деньги. На эти средства руководство ВУЗа пыталось подкупить Государственную аккредитационную комиссию Рособорнадзора. Делом занялась областная прокуратура. По результатам рассмотрения направленных материалов следственным органам 31 марта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ по факту использования должностным лицом РГУ имени Есенина своих служебных полномочий вопреки интересам службы при издании приказа о поощрении и осуществлении выплат. Виновным грозит штраф до 80 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 4 лет. По подозрению в соучастии в мошенничестве задержан проректор университета, в отношении которой в ближайшее время будет решен об избрании меры пресечения. В отношении руководителя университета, который по имеющейся у следствия информации находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений, вопрос о проведении следственных действий и об избрании мер принуждения будет решен по медицинским показаниям и с учетом складывающейся следственной ситуации. Убил, ограбил и спрятал тело. В суд направлено дело в отношении жителя Спасского района. Мужчина поссорился с бывшей любовницей, которая не хотела с ним расставаться. Раскрыть убийство помогло чистосердечное признание. В противном случае женщина так и числилась бы пропавшей без вести. Подробности дела в сюжете Дины Исляевой. Женщине было 53 года. Она работала в столовой десантного училища, ездила на работу из поселка Спиртзавод Спасского района. В тот день она вернулась поздно, в 23 часа на станции Прони. Ее ждал бывший любовник. Они договорились, что он поможет ей с работами по дому. По пути следования между ними произошел словесный конфликт на почве того, что женщина хотела продолжить с ним близкие отношения, однако мужчина не хотел продолжать с ней отношения, о чем ей сообщил. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на причинение ей смерти. Реализуя задуманное, он достал из находящейся при нем сумки металлический предмет монтировку и нанес ей не менее двух ударов в область головы. Женщина скончалась на месте. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, перенес тело в заброшенный дом. Свою и ее одежду, на которой могли остаться биологические следы, сжег. Тело завернул в пакет и спрятал. Нашел в сумке 200 рублей и ключи из дома. Вспомнил, что там есть ноутбук, который можно украсть и продать. Тревогу забила дочь женщины, которая не смогла до нее дозвониться. К поискам подключились волонтеры, правда безрезультатно. Они не догадались проверить ближайшие дома. Убийство удалось раскрыть, потому что подозреваемый сам пришел в правоохранительные органы. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 105 убийства и также по пункту А части 3 статьи 158 кража. Тайна хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. По убийству наказание грозит от 6 до 15 лет. Соответственно, также будет приниматься решение о наказании по краже и путем сложения наказания будет уже назначено окончательное наказание. Мужчина был ранее судим за хищение имущества. Теперь ему грозит более серьезный срок. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Вину полностью признал, пущерб возместил. Сотрудник рязанского филиала Петербургского университета путей сообщения, обвиненный в падении глыбы льда на ребенка, может избежать уголовного наказания. Об этом сообщило областное управление следственного комитета. Заключение заменили на судебный штраф. Напомним, что инцидент произошел 27 февраля. Во время прогулки на трехлетнего мальчика упала глыба льда. Ребенок получил травму головы и провел в больнице почти месяц. Близится весеннее половодье. Вода в реке Оке ежедневно прибывает. Если жители отдаленных сел уже привыкли к поднятию уровня воды, то другие только готовятся. Как, расскажем далее. Ученики Заокской средней школы на весенние каникулы не выходили. Наталья Николаевна все так же ведет у детей уроки. Это уже уставившаяся практика в селе. Причина такого необычного графика – половодье. У всех детей в Рязани уже каникулы закончились. Многие вышли с каникул, а мы еще не уходили. Почему? Потому что мы ждем разлив. Дело в том, что у нас обучаются дети села Коростово. И перевозить их не будет возможности, если выйдет ОК из берегов. Преподаватели отпускают детей сразу на двухнедельные каникулы. Говорят, берут день от одной даты, день от другой так и набирается. Дети в школе из разных сел, как из Заокского, так и из Коростово. И добраться порой очень тяжело. Местные же жители села Заокского половодья не боятся. Говорят, привыкли уже. В прошлом году переливал. В этом году, может, и его не будет. А готовимся мы всегда практически одинаково. Кому переправляться на лодке? Лодки готовят для переправы. Кто, может, едой спасет, лекарствами. Ну, такие обыденные вопросы. Житейские. У Николая нет ни лодки, ни запаса продуктов. Живет так уже несколько лет. Не делает он это из-за строительства дамбы. Добавляет, что благодаря ей вода из берегов сильной не выходит. Раньше здесь все было в воде. Вот не было дамбы. Потом сделали насыпь. Людям уже стало легче. То переправлялись отсюда до обора на лодках. Потом оттуда до пристани. И оттуда же на катере. То есть проблема была большая с переправой. Сосед Николая Геннадий половодья тоже не боится. Однако к явлению природному готов. У него есть две лодки. Деревянная и резиновая надувная. Да и как еще, говорит рыбаку без лодки. Да ладно, муж привычный, наверное. Поэтому все готовится. Лодки на ходу. Так что катер пускают. Нормально. Геннадий добавил, что боится больше не Океа, а озера Ямище. Четыре года из берегов она не выходила. А в прошлом залила ему беседку. Теперь же деревянная лодка на готове. Однако Геннадий уверен, что из берегов Ямище не выйдет. Но надеется, что благодаря разливу хоть водой наполнится. Сотрудники МЧС занимаются ежедневным мониторингом уровня воды в реке Океа. По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте города Рязани, в реке Оке, уровень воды повысился на 6 сантиметров. И составляет 102 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Специалисты МЧС добавили, что силы и средства территориальной подсистемы к весеннему половозью готовы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Практически уничтожен огнем. Площадь возгорания частного кирпичного дома составила 70 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. На месте событий в селе Шумыш побывала наша съемочная группа. Сообщение о пожаре на поле диспетчера поступило в 21 час 57 минут. Как говорят очевидцы, автомобили МЧС приехали быстро. В 22 часа 24 минуты пожар был локализован. В 23 часа 24 минуты ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали, принимали участие в тушении. 25 человек лично состава государственной противопожарной службы, 8 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило несколько. Как минимум двое очевидцев рассказали, что звонили в 112. На улицу вечером, это не знаю, в 10 часа что ли. Пошли гулять на огород туда вышли и увидели пламя. И позвонили. Ехать там спрашивают, вы точно видите, что пожар там? Они говорят, ну вот, прямо перед нами. Владимир рассказал, что огонь поднимался выше крыши соседнего дома. И хоть ликвидировали пламя быстро, пожарные все равно остались дежурить на ночь. Когда вот огонь вышел, я это увидел, и он сразу, они пожарные приехали-то сразу, наверное. Сразу он опускается, опускается, ниже и все. Зарево-то ушло сразу. Они где-то до 3 часов здесь все поливали. А потом пожарный дежурил весь день, наверное. До утра дежурил, чтобы не спалился обратно. Дом не сгорел полностью, каменная обшивка осталась. Соседи говорят, что само строение деревянное. Только снаружи кирпичное, поэтому так сильно и сгорело. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, нет. Сообщается, что хозяева живут в городе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Благоустройство Севастопольской аллеи начнется в 2020 году. На работу из городского бюджета выделили 10 миллионов рублей. На эти средства замостят аллеи, установят скамейки, арт-объекты, сделают цветники. Благоустройство будет проходить в три этапа. Напомним, что Севастопольская аллея появилась в 2017 году. Она заняла третье место по итогам голосования по программе формирования комфортной городской среды. В Рязанском медицинском университете проходит акция «Стань студентом Рязгаму». Принять в нее участие могут учащиеся 10-11 классов. Они в сопровождении куратора посещают лекционные, лабораторные и практические занятия вместе со студентами. В университете уверены, что это поможет старшеклассникам в выборе профессии. Что за объект? Вот Ксения, как думает, что это за объект? Смотри, он микроскопического размера. На мониторе кошачий сосальщик. Изображение выводится с микроскопа. Паразит, которым можно заразиться, если употреблять плохо термически обработанную рыбу, увеличен десятки раз и подкрашен реактивами. Занятие проводит зав. кафедры биологии. Вместе со студентами слушают лекцию школьники. Что примечательно, в ЕГЭ есть вопросы, касающиеся кошачьего сосальщика. Это важно для Ксении. Она мечтает стать врачом, а значит придется сдавать этот предмет. Мне нравится работать с людьми. Мне нравится им помогать. Я бы хотела, наверное, пойти в косметологию. Я бы хотела именно людям помогать в красоте. Потому что мне это близко, мне это нравится. Работают школьники на современном оборудовании. В школах такого нет. На нашей кафедре имеется современное лабораторное оборудование. Это современные микроскопы, мультимедийное оборудование. И недавно мы приобрели видеонасадку, которая совмещена с микроскопом и компьютером и позволяет наглядно изучать микроскопические объекты. Участниками акции «Стань студентом РИАС ГМУ» могут стать учащиеся 10-11 классов. Для этого нужно лишь заполнить анкету на сайте вуза. В рамках акции школьники в сопровождении куратора посещают лекционные, лабораторные и практические занятия наравне со студентами. В это же время в соседней аудитории идет занятие медицинского класса. Школьники препарируют речного рака. Самое главное преимущество этих уроков, этих курсов, то, что мы можем на практике, уже не просто на теории, которые нам дают в школе, а на практике уже убедиться в некоторых интересных вещах строения. То есть, допустим, как на сегодняшнем уроке мы вскрывали речного рака. По словам преподавателей кафедры биологии РИАС ГМУ, в школах сейчас сокращены часы на практические занятия по биологии. Дополнительные занятия помогают получить более полные знания, которые помогут школьникам в дальнейшем, если они выберут для поступления РИАС ГМУ. Самое главное, вот этих ребят, у них уже есть цель в жизни. И мы стараемся, чтобы эти цели, благодаря нашим усилиям, они как-то реализовывались. И дай бог, потому что ребятки очень хорошие, очень такие. Никогда не было в этом вопрос дисциплины, потому что у меня спрашивают, как ты там с девятым классом работаешь или с восьмыми. Легко. Легко, потому что они заинтересованы, и мы в них заинтересованы очень. Всех остальных школьников, интересующихся медицинскими профессиями, ждут в ВУЗе 6 апреля. РИАС ГМУ пройдет день открытых дверей. А участники акции «Стань студентом» получат свои первые студенческие билеты. Кроме того, во время праздника поздравят победителей Олимпиад по химии и биологии. Нужно отметить, что они вошли в перечень Олимпиад, утвержденный Минпросвещение, и результаты будут учитываться при поступлении в любой медицинский вуз страны. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Капитал строительства жилья сдал дом со смайликом. Первый дом в семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе. Счастливые обладатели квадратных метров получили ключи от новых квартир и квартир с ремонтом. Теперь готовятся отпраздновать новоселье. Дмитрий с супругой Марией приехал смотреть готовую квартиру. Он сам работает в крупном агентстве недвижимости, поэтому, когда встал вопрос о покупке жилплощади, выбрал надежного застройщика. У Дмитрия и Марии евро-трешка с просторной гостиной, уютной спальней и детской. Телевизор как раз рекомендует. Одна из опций от застройщика для покупателей любого жилого комплекса – это ремонт, который в соответствии с пожеланиями владельцев делает капитал строитель жилья. Выбрали с ремонтом почему? Потому что, во-первых, это гораздо дешевле, чем если делать самому. Причем экономятся как деньги, так и нервы. У застройщика, так как они покупают все окном, есть возможность дешевле закупить все материалы. Ну и, соответственно, сами работы тоже стоят дешевле. Мы выбирали обои, выбирали ламинат, выбирали расцветку дверей, плитку в ванной. То есть все, что было необходимо, мы выбрали сами. Нам только все сделали. То есть мы сейчас уже просто начинаем завозить мебель и жить. Семья купила в этом же доме еще одну квартиру для мамы, которая сможет приходить в гости и сидеть с внуком. Мы специально подбирали такой дом, чтобы был красивый вид из окна. Очень понравился на пойму Аки, на Солочинский лес. Довольно ремонтом. Ребята очень хорошо делают. Все очень аккуратненько, чистенько. В общем-то, вот это все нравится. В квартире у супругов практически все готово к переезду. Подведены коммуникации, установлена сантехника, газовый котел, установлены розетки. Впечатления потрясающие. И ремонт сделан хорошо. И все устраивает. Даже претензий нет никаких. Вид из окна шикарный. Можно смотреть, любоваться часами, просто не отходя. Ну а как хозяйке мне все нравится. И площадь, и своя собственная кухня. Большая, просторная. Ванна, туалет. Все устраивает. Детская, отличная. В семейном квартале Петра и Февронии на Солочинском шоссе созданы все условия для комфортной жизни. Большая парковка, современная детская площадка. Уже построили детский сад. В квартале строятся еще два дома, в которых можно успеть купить квартиру по выгодной цене. В 2019 году планируется сдать еще несколько домов. Смарт-дом на Славянском проспекте. ЖК Яркина, Зубкова. И вторая очередь смарт-дома на Гоголя. Вторая очередь строительства в семейном квартале Петра и Февронии. На Солочинском шоссе вторая очередь в смарт-квартале лета. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok